МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Какие изменения и дополнения в сфере правосудия появились с начала этого года? Кто может стать профессиональным судьей? Если ранее, в соответствии с Конституцией, судьей может быть любой гражданин, достигший 25-летнего возраста, имеющий высшее юническое образование, имеющий стаж более трех лет, в настоящее время планка немного притопит. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков с рабочим визитом побывал в Нуринском районе. И думаю, что до 1 июня текущего года мы полностью завершим весенний сев. Думаем, что сельскохозяйственный год в этом году будет удачный. Как бизнесмены пытаются уйти от налогов? Какие мошеннические схемы придумывают лжепредприниматели? На базаре он купил, например, за 10 тенге, себе поставил в учет по 30 тенге, продал по 40 тенге. И с разницей 30-40 он заплатил, хотя он должен был заплатить, с разницей 40 и 10 тенге. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков с рабочим визитом побывал в Нуринском районе. В первую очередь он посетил ТО «Кайнар», где ознакомился с ходом посевной кампании и осмотрел место выпаса племенного скота. Основным направлением работы товарищества является выращивание зерновых культур и животноводства. В текущем году планируется посев на площади более 35 тысяч гектаров пшеницы, ячменя и овса. В 2014 году хозяйство получило статус племенной репродуктор крупнорогатого скота породы Аулия Кольская. На предприятии имеется 1070 голов крупнорогатого скота в том числе 725 маточного поголовья. На сегодняшний день из наших запланированных объемов, которые мы на этот год запланировали, 62% уже засеяно. Темпы, которые за последние дни набраны, они, надо сказать, достаточно хорошие. Порядка 60 тысяч гектаров мы за день засеваем. И думаю, что до 1 июня текущего года мы полностью завершим весенний сев. Думаем, что сельскохозяйственный год в этом году будет удачный. Далее глава региона направился в село Щербаковское, в котором посетил несколько социально значимых объектов. Среди них оздоровительный центр с бассейном, дом культуры, сельскую врачебную амбулаторию и среднюю школу. В общепрозывательной школе на торжественном мероприятии, посвященному последнему звонку, Акимобласти поздравил выпускников с окончанием школы, пожелал успешной сдачи единого национального тестирования и благополучного поступления в избранный ВУЗ. Именно тот момент, когда вы закладываете основу всей своей дальнейшей жизни, я хочу пожелать, чтобы ваши ожидания совпали с вашими знаниями, возможностями, которые вы получили в стенах этой школы. Следующим объектом посещения стало ТО «Отканжар», которое занимается разведением племенных овец с породы казахской курдючной. На сегодняшний день в данном хозяйстве насчитывается 11 321 овец типа «Каргалинская», 346 голов лошадей и 101 крупнорогатого скота. Кроме того, данное предприятие имеет 119 328 гектаров сельхозлгодии. В текущем году здесь планируется посев более 3000 гектар зерновых культур. В селе Зинденур Мухаммед Абдибеков посетил бюджетный центр. Также ознакомился с ходом ремонтных работ моста на реке Кулан-Утпес. В селе Баршин Аким области посетил участковую больницу, бывшее здание полицейского опорного пункта и среднюю школу, в которой состоялась встреча с общественностью и обсуждены проблемные вопросы района. В Конституционный закон Республики Казахстан о судебной системе внесены изменения и дополнения, в частности, по подбору кадров. Какие новшества в сфере правосудия появились в 2016 году? Эти и многие другие вопросы были обсуждены на брифинге в прямом эфире с участием представителей региональной службы центральных коммуникаций. Теперь требования к профессиональным судьям ужесточились. С этого года все претенденты должны пройти квалификационный экзамен, состоящий из трех этапов. Потенциальные судьи проходят тестирование, проверку на психологическую устойчивость и должны ответить на устные технические вопросы. Кроме этого, у служителя Фемиды должна быть безупречная репутация и юридический стаж не менее 10 лет. Сегодня судьей может работать лицо, которое имеет юридический стаж не менее 10 лет, из них 5 лет юридический стаж в сфере правосудия, в сфере прокуратуры, адвокатуры и непосредственно работами тех структур, которые обеспечивают деятельность суда. Если человек первый раз избирается судьей, то первый год для него считается испытательным сроком. По стечению этого периода его работа анализируется и рассматривается высшим судебным советом. Для того, чтобы стать судьей областного суда, требования там были уже училины. В частности, судьей областного суда может быть лицо, которое проработал 5 лет судьей в районном суде. Естественно, в Верховный суд судей может пройти тот кандидат, который проработал в областном суде 10 лет и более. Из них 5 лет минимум он должен проработать в областном суде судьей. Процессы подбора кадров рассматриваются в общественных советах регионов, где обсуждается кандидатура того или иного претендента. Правильный подбор и расстановка специалистов усиливает развитие общества и государства в целом. Повышение качества образования и подготовка конкурентоспособных специалистов в условиях глобализации. Такова тема международной учебно-методической конференции, которая прошла в Караганде. На встрече обсуждались вопросы реформирования системы образования в современном мире. Подробности далее. Встреча была организована в преддверии 50-летнего юбилея Карагандинского экономического университета Каспотребсоюза. В работе конференции приняло участие около 200 докладчиков более чем из 100 вузов стран ближнего и дальнего зарубежья. Буду выступать по тему роли экономической науки в подготовке нашей страны Болгарии к вступлению в еврозону. Там множество проблем. Моя теза, что надо организовать национальный дебат и участие экономических вузов в реализации этого дебата. Вопросы реформирования системы высшего образования планируется обсудить в рамках работы четырех основных секций. Это важнейшие тренды развития высшего образования в мире и в Казахстане. Развитие студенческого подхода, формирование профессиональных компетенций при проектировании программ высшего образования. Также состояние, проблемы и перспективы полиязыча и современные технологии, методы повышения качества обучения и преподавания. Я подготовил выступление на тему подготовки. Какие имеются на данный момент новые инновационные технологии обучения, как они влияют на подготовку новых кадров, как надо вести взаимодействие с работодателями, так как это очень важно в наше время. Если вуз не будет тесно сотрудничать с работодателями и не будет знать конкретно, что нужно работодателю, какой нужен специалист по выходу из вуза, то этот вуз обречен на, как говорится, прозевание. Интеграция системой высшего образования Казахстана в мировое образовательное пространство – один из долговременных стратегических приоритетов развития нашего государства. Завтра конференция продолжит свою работу. Гульнур Жакин, Исламбек Успанов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Продолжение следует... В специализированном межрайонном суде Караганды вновь рассмотрят дело об убийстве школьницы из Балхаша. В убийстве обвиняется 20-летний певец Станислав Ким. Один раз подсудимого уже оправдал суд присяжных, но родные, не согласные с таким исходом, они подали новый иск. Станислава Кима обвиняет в жестоком убийстве 14-летней Виктории Шевкуновой. Обвиняемый просит, чтобы его снова судили присяжные. Напомним, 14-летнюю школьницу нашли с множественными ножевыми ранениями в Центральном парке Балхаша 7 ноября 2014 года. Рядом с телом лежал ее сотовый телефон и окровавленный нож. От ран и потери крови девочка скончалась по пути в больницу. В убийстве девочки заподозрили Станислава Кима, который был ненамного ее старше и учился в местном педагогическом колледже по классу фортепиано. Парень был известен в маленьком городке, он часто выступал на городских праздниках и участвовал в благотворительных акциях. Причиной убийства, по версии следствия, стал отказ школьницы встречаться с певцом. Последний номер, на который звонила девочка, принадлежал Станиславу. В Караганде были задержаны с поличными три преступные группы, которые занимались лжепредпринимательством. Мошенники оформляли фирмы на подставных лиц и занимались предоставлением фиктивных счет фактур, чеков и других налогооблагаемых документов. Предприятия охотно сотрудничали с ними, ведь так они могли сэкономить на покупке какого-либо товара. Подробности у Аима Мриной. Схема аферистов банальна. Бизнесмен покупает стройматериалы на рынке за 100 тысяч деньги, а счет фактуры оформляет через подставную фирму, указав цену в два раза больше настоящей. Затем предприниматель перепродает товар, добавив к его фиктивной стоимости еще 20%. Тем самым в доход государства идет небольшой налог, а бизнесмен остается при деньгах. Быстрая нажива – это их нежелание. То есть ничего не делая, просто ставя подпись бумаги, получать. Они это делают, эти бумаги выписывают, получая проценты. Процент доходит до 10-12% с суммы выписанных счетов фактуры или обналиченных денег. То есть человек за один день может заработать определенную сумму. Преступные группы были задержаны при снятии денег со счетов банка за неоказанные услуги. Им предъявлены обвинения за лжепредпринимательство. Таким образом, они заработали более 300 миллионов тенге. Налоговики отмечают, выявить лжебизнесменов не так-то просто. Тем более, что они стали снимать деньги со своих счетов по частям, чтобы не вызывать подозрений. За 4 месяца текущего года было осуждено 4 таких ловкача, которые работали в группе лиц. В суд направлено 15 уголовных дел данной категории. Сумма возмещенного ущерба составила 84,8 миллиона тенге или 37,3% от установленного ущерба. Наложен арест по уголовным делам на сумму более 450 миллионов тенге. При этом добровольно погашены действующими предприятиями, имеющими взаиморасчеты с лжепредприятиями, более чем на 80 миллионов тенге. В целом по области зарегистрировано около 200 уголовных правонарушений по аналогичным фактам. Кроме того, Департамент госдоходов следит за обналичиванием денег юридическими и физическими лицами. По всем фактам лжепредпринимательства граждан просит обращаться по телефону доверия, который вы видите на экране. Аймам Ренажак Салак Нуртай, Александр Цивикидзе, Первый Карагандинский. Над ремонтом дорог Караганды смеется весь интернет. Такую оценку дали члены общественного совета о работе подрядчиков, которые ремонтируют автодороги шахтерской столицы и области. По словам общественников Акимат, города плохо контролируют качество работы, в результате чего страдает население. Также активисты сетуют на нерациональное использование денег. Ведь проспект республики, на который потратят более 500 миллионов тенге, можно было бы и не трогать. Там дорожное полотно и так неплохое. Подробности далее. Мы вчера по правой части проехали, вы же там кто живет. Но для чего надо было ремонтировать порядка 917 миллионов тенге. Это прекрасная улица. Весь интернет смеется над вами. Что такое? Жесткой критике подверглась информация заведующего сектором автомобильных дорог городского Акимата Рустема Кожакпанова. По словам специалиста, в текущем году будет отремонтировано 510 километров автодорог. На ремонт будет потрачено 38 миллиардов и 2 миллиона тенге. На Караганду выделили около 3,5 миллиарда тенге. Подрядчики уже приступили к работам. Дороги будут закрыты до осени. Предусмотрены обездные пути. Продолжение улицы Мустафина с выходом на улицу Печогина. 6 миллионов 762, протяженность 300 метров, подрядчик ТО «Хазаржово». Улица Волгоданская 126 миллионов, 2 километра протяженностью, подрядчик ТО «Рениксер». Улица Сатпаева 227 миллионов. Не все подрядчики выполняют свои обязанности добросовестно. Например, компания «Адал Инжиниринг» сделала много ям на дороге и, не залив их, приступила к другим работам. Причиной такой безалаберности подрядчик называют погодные условия. Но общественники в такие оправдания не верят и призывают Акимат расторгать договора с недобросовестными бизнесменами. Не выполняешь тендера – до свидания. Сейчас подрядчиков сколько хочешь на дорогу. Желающих много. Понимаете, надо жестко относительно этого делать. И правильно Николай Петрович говорит, что вот такая ситуация у нас вообще из года в год. Что у нас нарежут и потом через 2-3 недели только приходят. Сюсюк они, а с подрядчиком общественники называют ноу-хау. Нигде такой толерантности к безответственным предпринимателям нет. А в Караганде это уже традиция. Страдают же от этого простые жители, которые тратят много денег на ремонт постоянно ломающегося авто. На заседание мы приглашали заместителя Акима города Караганде. Значит, ни звонков, ничего, ни ответа, ни привета. То же самое. То есть получается игнорирование. Чиновник оправдывался, мол, недобросовестных подрядчиков и так штрафуют. Но для собравшихся стало неожиданным заявлением, что у некоторых подрядчиков нет опыта в ремонте дорог. Вы когда проводите тендер, там же есть определенные условия по поводу того, что они должны вам предоставить документы или договора о наличии вот этой техники. Это как-то проверяется? Кроме дорог, общественный совет рассмотрел вопросы социальных выплат и определения мест для выгула домашних животных. Все предложения членов совета будут направлены в полномоченные органы. Насколько на самом деле затянется ремонт дорог, так и остался под вопросом. Кухская, Гудермес, Косатый, Балдина, Космонавтов. Там конь не валялся, а в Зумай, начале Май даже были закручки. Это второй вопрос. То есть какие должны быть? Расторгать и весь разговор с ним. Аймамрина, Жаксалакнуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В городах Жизказган, Тимиртау и Сатпаев накалена религиозная обстановка. В этих моногородах больше всего фактов заблуждения молодежи и вступления в радикальные экстремистские течения. Все это результат нехватки грамотных специалистов, религиоведов в этих населенных пунктах. Об этом и о работе по предотвращению религиозного экстремизма и терроризма рассказали члены общественного совета МИРАС при партии Нур-Утан. Члены общественного совета МИРАС обсудили вопросы религиозного экстремизма и его профилактики. По информации специалистов, в Карагандинской области зарегистрировано 312 религиозных объединений из 16 конфессий. Действуют 19 информационно-пропагандистских групп, в которых работают более 400 теологов, религиоведов, правоведов и психологов. На сегодняшний день у нас в области, помимо областного центра изучения проблем религии, действует открытые 4 таких центра. Это в городах Балхаш, Тимиртау, Джесказган и Садпаев. Тем не менее, в некоторых районах существует нехватка квалифицированных кадров. Именно поэтому люди ищут истину в радикальных псевдоисламских группах. Общественный совет МИРАС ищет новые пути профилактики радикального ислама. В этих целях они выпускают журнал «Дэн Дженни Заман», а также устраивают повсеместные презентации спектакля «Адасхандар». На сегодняшний день проведено уже более 400 мероприятий, а с охватом более 60 тысяч человек. Вся работа по профилактике выстроена в рамках государственной программы по профилактике религиозного экстремизма и терроризма на 2013-2017 годы. Анализ религиозной обстановки в регионе показал, что 75% молодежи верующие с разной степенью активности. Ни для кого не секрет, что в экстремистские сети попадают в основном молодежь из Жесказгана, Садпаева и Тимиртаук. Причем социальный портрет этих лиц вполне благополучный. Специалисты Управления по делам религии предупреждают, что верить нужно только официальной литературе, на которой есть разрешительные штампы. Религиозными местами официально признаны только мечети и церкви. Аймамрина Исламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин